Валерий Кузьмин Я скажу, что здесь вы видите. Это анонс. Сегодня мы заниматься этим не будем. У нас будет во время обучения отдельное время, отведенное отдельной теме «Мадрих» или «Наставник». Я знаю, что Саша говорил мне о том, что эта тема интересует лидеров. Поэтому здесь мы будем чуток углубленней заниматься, ей не поверхностно. И у вас будут вот такие конспекты. Вы будете идти относительно слайдов. Слайд у вас здесь есть. И по этой теме вы можете оставлять себе комментарий. Я вам не дам. Сейчас эти конспекты, потому что вы их забудете дома. Поэтому пусть они будут тут. Когда до них придет время, вы получите их на руки. И потом в конце, когда мы закончим вот эту конкретную тему «Мадрих», я вам скажу, где можно подробнее, в какой литературе об этом узнать, почитать, купить, подарить как хотите, скачать бесплатно и так далее. Вот поэтому я думаю, что можно его выключить. Проектор. Вот почему оно здесь было. Такой анонс. Немножко, не знаю, пошучу что ли насчет, насколько тема домашних групп еврейская. Я слушала брата одного из Иерусалима, Яна хохоталась. Его попросили сделать доклад о домашних группах, о том, как домашняя группа, это же еврейская тема, как она продвигается в Израиль. Он живет в Иерусалиме. Я его слышала несколько раз. Я думаю, что он такой более какой-то такой протестантский еврей. Вот, очевидно, обратился где-то в странах СНГ, не знаю, в какой церкви, в этом состоянии переехал в Иерусалим. И там еще, знаете, как что-то прошлое, что-то настоящее, вот все вместе еще не определилось, не определило окончательно убеждение. И вот его спрашивают, что вы думаете по поводу домашних групп. Он говорит, понимаете, домашние группы по своей структуре напоминают пирамиду. Говорит, а у евреев какое-то генетическое сопротивление к пирамидам? Вот, наверное, говорит, наверное, поэтому у нас время с этим плохо. Говорит, 5 баллов, говорит, генетическое сопротивление к пирамидам. Да. Ну, по поводу пиетистского движения и пробуждения, которое произошло через этих ребят, я хочу сказать вам, что пробуждение в Европе, начало мессианского движения, началось именно с последователей Шпенона. Это люди, которые, я уже рассказываю, начали мессиагерство, и потом следующая волна, это было служение еврейскому народу. Вот такие интересные последствия. Хорошо, тему истории я закончила. Давайте мы сейчас перейдем к каким-то практическим, к практической такой теме. Давайте с вами сначала подумаем, а потом запишем. Вот вы, что вы думаете, что вам первое приходит в мысли? Для чего домашние группы? Какой в них смысл? Ну, давайте упустим всю историю деяний, потому что они, наверное, не решали, какой смысл в домашних группах, и надо ли им ими обзаводиться. Они у них просто так вот как-то появились, непонятно нам до сих пор, с чего бы это, да? Что дают домашние группы? Зачем они нужны? Ну, например, у вас есть кафедральное служение, вы собираетесь раз в неделю на собрание, у вас есть какое-то молитвенное, да? Может, у вас есть ночные молитвы, что там есть? Всегда что-то есть. Зачем домашние группы? Неужели недостаточно собраться один раз в неделю? Ну, зачем они нужны? Так, давайте, давайте, давайте мы сейчас с вами только так, знаете, честно для себя. Ну вот мы же все разные, правда? Честно для себя, для общения совершенно верно. Я человек, утомившийся от общения, жутко. Я когда это слышу, вот мне говорят, где бы ты отметила Новый год? Можно дома вообще, чтобы мне никто не звонил. Вот как-то так, мы же все очень разные. Если вы, у вас достаточно общения, у вас большой очень ойко с ваше окружение, или вы работаете с людьми, например, вы психолог или социальный работник, вам, вы не нуждаетесь в общении. Боже, дайте мне, пожалуйста, отключите мой телефон. Но для людей, которые ограничены в общении или не имеют общения с верующими людьми, мало, да? Нам нужно общаться. Для одной группы людей это нужно, для другой, например, не очень. Для чего еще домашние группы? Что? Зачем они церкви? Они нужны или не нужны? А как для духовного роста? Каким образом? Там, видимо, адрес, там учения какие-то, там, не знаю, 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 Именно ученичество, да? Вот брат сказал, что вот есть заповедь Господа, идите и научите, да? Да, вот там вот ученичество может быть в такой модели, да, вот Алмит и Мадри. Хорошо. В более узком кругу это более возможно становится, да? Душепопечение. Душепопечение в домашних группах. Что еще в домашних группах происходит того, чего вот без них никак? Молиться, это нужда, это очень личная. Личная. Немножко можно молиться, я тоже. Приветствую. Да. Я думаю, давайте это запишем. Домашние группы не являются целью. Ни в коем случае. Домашняя группа не является целью. Она является многофункциональным инструментом. И вот это слово многофункциональный можете для себя как-то выделить. Я занимаюсь вопросом домашних групп достаточно много уже лет. И по этой причине, кто об этом знает, служители, пасторы общин, пасторы церквей, многофункциональный инструмент. Служение в домашних группах не является целью. В никаком случае. Но служение в домашних группах является многофункциональным инструментом. У меня есть один знакомый брат. Я не очень хорошо понимаю его уровень служения. Но он вроде как, вот сколько я его 10 лет помню, столько он мне спрашивает. Один и тот же вопрос он мне задает. Про домашние группы. У тебя есть какие-нибудь книжечки про домашние группы? Это первый вопрос, есть ли книжечки, и чтобы я их ему выслала. И я уже помню, он не помнит, но я помню, что это делала много раз. Он снова приходит в тупик, и потом снова меня находит, причем с разных мест. Последний раз он из России уже писал. Он опять нашел мой почтовый ящик и пишет, значит, книжечки. Вот, есть? Бежу, есть. Я уже прикалываюсь, потому что я знаю следующий вопрос. Он ничего, бедняга, с этим сделать не может. Он понимает, что домашние группы быть должны. Вот. А для него это цель, понимаете? И он пере... Это уже третий город, который я знаю, он поменял. Он куда-то едет, начинает там служение. Мучается, мучается, мучается. Годы проходят. У него ничего не будет. Он точно знает, что надо в домашние группы делать. Это именно больше, чем отчинаш, наверное. Потом, когда там все становится невмоготу и плохо, значит, он переезжает на новое место, а у него дар, у него реально дар. Он начинает говорить, я просто очень смеюсь. Он какой-то... Он очень веселый человек, причем неосознанно, вот как-то так, очень простодушный. И он приезжает, когда на новое место, уникально, он очень быстро, у него получается собрать людей. Вот, начать он может легко, потом он ничего с ними сделать не может, и все это умирает. Вот. И как-то вот уже третий раз, так примерно. Домашние группы не являются целью. И вот у меня еще часто случается, что приходят служители, они знают, что им все говорят, что надо домашние группы. Домашние группы надо, вот надо. У них у самих нет внутреннего понимания, зачем они нужны. Для них это лишняя нагрузка, вы понимаете. У них служение есть, собрание, с них все есть. Зачем им еще вот это? Вот это. Начинается головная боль. А кто их будет вести? Люди не хотят служить. А как же их заставить? Итак, какие функции мы сейчас, я уверена, что вы можете этот список продлить. Какие функции выполняют домашние группы? Давайте запишем первую функцию, это забота об овцах. Забота об овцах. И перечислим, в чем она может выражаться. Первое. Это совершенно верно душепопечение. Что такое душепопечительство, на ваш взгляд? Я задаю этот вопрос для того, чтобы мы определились все вместе в каком-то термине. Нам нужно как-то вывести общее понимание, о чем мы говорим. Потому что ко мне, когда мы начинали домашнюю группу, мы брали, конечно же, модели и оттуда, и оттуда, из одной общины, из другой общины. Нам казалось, что они больше знают, поэтому обязательно их бланк о проведении домашней группы нам решит все вопросы. И там попадали страшные слова, понимаете? И одно из них это было душепопечитель. Значит, такой бланк, я помню, к нам попал в руку. Значит, лидер домашней группы, ФИО, молитвенник, ФИО, душепопечитель. У меня такой взрыв мозга. Если есть лидер, кто такой душепопечитель? И вот когда я задавала эти вопросы, ответы были потрясающие. Какие хочешь. Тоже, знаете, знали, что душепопечитель должен быть, но не совсем понимали, что же он делает. Поэтому кто что хотел, то ему и придумывал функцию. Вот, вот, иногда душепопечитель это был чисто звонящий. Это человек, у которого список и всех ФИО, куда-то попадающих с каких-то там мероприятий, он должен непременно всех обзвонить. Это вот считалось душепопечитель. Вот, боже мой, мучили людей. Мы все время, я тоже, понимаете, первое время, что же, у нас же тоже должен быть попечитель. И вот мы там, вот ты будешь душепопечитель, бедный не знает, что ему делать. Я тоже не знаю, что ему делать. Вот, кто такой душепопечитель? Что вы об этом слове знаете? Что он делает, этот человек? Кем он, кто им может быть? Как вы думаете? Давайте, это не клуб что, где, когда, почему. Ну, я не считаю, я даже не ожидаю, что вы обязательно должны это знать. Вот как, что вы об этом слышали? Это человек, который может утешить. Это дар или это вид служения? Что вы думаете? Скорее дар и одно и другое, да? Это все умолен, направить, помочь. Это умолен, направить, помочь. Это умолен, направить, умолен, направить, умолен, направить, духовные людей. Личное такое, да? Наставничество служения. Ну, это такое неразумное, что человек живет. Поднимать эту ситуацию, пострадать, помогать, потому что в этой ситуации это трудно. Угу. Это люди, которые переживают, которые неравнодушны к проблемам. Вот это если все суммировать, то это Иисус Христос, как вы понимаете. Вы говорили про дар, характер, характер, духовные плоды, скажем так, служения. Пастырское призвание, то что вы говорите. Здесь не могут быть какой-то суть, он широкого спектра, вы сами говорите. Видите, как маленький пастырь? Как маленький сосед, как маленький. Есть у меня один ролик, я думаю, что мы сегодня вечер закончим, мы просто посидим кое-что послушаем, там минут семь, по-моему, записи есть, аудио. Если вы видите то, что мы записали, пункт наш называется «Забота об овцах». Душепопечение – это точно пастушья работа. Точно пастушья работа. Вообще, когда мы говорим о служении в домашних группах, о служении вообще вот такого вот формата, это, друзья, служение пастухов. Потому что речь идет о том, что есть некие люди, которые должны пасти стадо Божье, веренное им главным пастыреначальником, да, или главным пастырем Ишо. И эти люди, они получают что-то очень дорогое от самого Господа. Я помню, один учитель рассказывал, пригласили на какое-то служение, там были в основном пастыра, и туда пригласили человека, который в общем нефтью торговал. Обороты очень крупные. Он когда назвал, сколько в месяц он крутит, не выходя из офиса, это были огромные цифры, и он говорит такие вещи, что то, что верено вам здесь, а он очень грамотный человек, ну, очень, ну, опытный, грамотный. Люди, которые занимаются таким бизнесом, они обычно не самые глупые люди, как вы понимаете, успешные. И он говорит, я снимаю перед вами всеми шляпу, потому что мы торгуем очень чем-то дорогим. Это очень дорого, то, что нам веряют, то, что нам доверяют, да, это очень дорого. Но то, что верено вам, невозможно сравнить по цене с тем, чем крутим мы. Говорит, у вас, вам верены души человеческие. Это так дорого, что, говорит, я бы боялся взяться за такое. Насколько это нам высокая ответственность, и вообще, насколько это от Бога к нам выраженное высокое доверие. Мы, когда очень долго вот этим всем занимаемся, мы склонны, знаете, к тому, что кони, люди, всё смешалось. Мы начинаем терять фокус, терять ценность человека. Так вот, для душепопечителя это невозможно. Душепопечитель человек, который, в общем, действительно, я считаю, что не каждый вот первый попавшийся, кого в группе вдруг вот решили сделать, душепопечителем он и может быть. Ни в коем случае. И люди, которые входят в это служение, они прежде всего должны быть гиперпослушными. Потому что ни одному доктору и ни одному психологу не дают тренироваться на живом человеке. Вы согласны, да? Медики для того, чтобы им разрешили практиковать на кусочки тела, может быть, они проходят очень большое обучение. Очень много практики, они интернами там служат, да? Так вот, душепопечители это люди, которым доверяются в нечто более дорогое, чем кусочек тела. И, ну, я боюсь тут говорить это слово «психолог», потому что я знаю, что по этому поводу всегда вызывается много недовольств и довольств. Вот. Не хочу бросить гранату, чтобы мне потом пришлось собирать осколки. Но я могу сравнить это служение со служением психолога, потому что слово «психо» — это вообще душа человеческая на самом деле. Я не берусь говорить, что всякий психолог — это именно душепопечитель Божий, но, скажем, это тот, кто работает с душой человека. И да, это человек, который может послужить в трудную минуту. Это да, человек, который умеет или научился слушать. Это правда. Это да, человек, который возьмется за молитву больше, чем прежде, чем начнет давать советы. Потому что очень часто душепопечителям не надо давать советы. А мы же всегда знаем, у нас вообще страна советов по природе еще. Мы всегда любим давать советы. И очень сильно мешаем Духу Святому работать с человеком. Итак, такой вид служения, индивидуальный и личный, действительно возможен в домашних группах. Домашние группы, они могут обеспечить душепопечительство. Что еще, какую еще функцию выполняет домашняя группа? Сейчас мы в разделе «Забота об овцах». Сейчас мы в разделе «Забота» вообще. Наставничество. Я разделяю, хотя и во многом эти понятия похожи, душепопечительный наставник, можете записать, или мадрих, это и будет наша отдельная тема, мы к ней вернемся. Наставничество. Скажите, ну а может быть наставничество вне домашней группы, ну к примеру? Как вы думаете? Может быть. Оно может быть. Второй вопрос. Насколько это безопасно, когда каждый человек вдруг начинает, как он считает правильно, становиться наставником для кого-то? Я имею в виду, что эти люди не находятся в подотчетности. Вы представляете себе наставников, которые находятся вне отчета перед старшими наставниками? Это очень опасно. Это очень опасно. Почему? Потому что не может человек лечить другого человека, и это будет предоставлено только ему самому, как он себе будет сам Бог решать, как наставлять, чем наставлять. Это будет уже самовольное служение, не евангелисты из Америки. А вот эти простые люди внутри домашних общин организовывают сами команды, команды евангелизационные или спецпроекты. И вот сама эта квутца, мы называем, у нас называется эта квутца, сама квутца, она делает спецпроект евангелизационный. Не на фоне глобальных, там, черновцы Одесса, а вот твой глобальный спецпроект, твоя квутца. Квутца – это отряд или группа, игрит. Вы понимаете, что это более… Если вы вместе его организовываете, вам гораздо легче зацепить ваших же знакомых вам людей. Если для вас это организовывает дядя из Америки, он приехал и уехал, а вас как не было, так и нет. На Саулыче когда-то, помню, в начале, там, не знаю, там, 2000-х был, и мы собрали евреев. Конечно же, тетя Роза, тетя Соня, они были влюблены в Бориса Саулыча, и они все время ждали, когда он втретит во второй раз. Мы их сильно не интересовали. Вы понимаете, все, мы не прокатывали вообще. Прежде, Равина, то другое дело. Что вы нам здесь, тут, наши местные? Как бы вот и вся евангелизация. Вот, я думаю, что вам это знакомо. Итак, следующая функция, еще одна, и вы ее озвучивали сегодня, это ученичество. И да, это абсолютно точно, что легче эту миссию выполнить через квутцо, служение домашних групп. Во-первых, ученичество выражается в наставничестве, вот служение мадриха, первое. Итак, функция ученичества. Во-первых, служение через наставников, которые находятся под, они являются подотчетными. Второе. Друзья, тот же евангелизм. Вы знаете, что людей нужно обучить евангелизму? И желательно тоже вот такое понятие есть. Вот есть кафедральная греческая модель, когда вот я вот перед вами стою за кафедрой, я вам что-то рассказываю. Если я бы с вами пошла и показала, это было бы гораздо эффективнее. Есть вот аудиоформат, я вам просто бла-бла-бла что-то говорю. Но тот формат, который работает, еврейская модель обучения, это тренер. Мадрих на самом деле это тренер. Он не говорит, он еще показывает. И если у его ученика что-то не получается, он к нему подходит, берет руки, говорит, поставь так свою там, чем в хоккей играют, клюшку. Я волейболом занималась, да, я тренировалась. И с нами тренер работал, она же там не теорию рассказывала, она нам показывала. Она подходила нам, эти руки вытягивала, натягивала. Она имела с нами личный контакт. Вот. И в домашней группе обучить евангелизму людей гораздо проще, чем делать какие-то семинары. Вот. И потом я покажу даже, какие модели существуют для этого. И тоже сегодня вы это совершенно верно озвучили, разбор слова. То, как можно разобрать слово в домашке, абсолютно невозможно, когда вы приходите на кафедральное собрание. Потому что на слово можно дискутировать, задавать вопросы, учить людей, как читать Библию справа налево или слева направо. Когда они приходят в собрание, они не понимают, там, Иоанна, Петра, они не понимают этого. Но на домашке, если вы им пару раз покажете, это же совсем другой компот, да? И еще одну функцию, я последнюю добавлю сейчас, это очень глобальная, вот это уже глобальная функция. И, наверное, вот на таком лидерском или даже пастырском уровне она, вот ее понимать важно. Что домашние группы, это, они выполняют такую функцию, которая помогает структурировать общину. Что вы сегодня назвали все вот, кроме этого. Любая организация без структуры кисель. Домашние группы очень сильно помогают привести в порядок структуру. Во-первых, смотрите, как это происходит. Лидеры, первое, они следят за донесением ведения или информации в тело общины. Первое, лидеры, они следят за донесением информации в тело общины. Лидер домашней группы, лидер Квуцы, он, его святая обязанность. Если Ребе что-то сказал во время шаббата, то он должен проследить, что то, что сказал его старший пастор, Равин, должно попасть в уши овец. Он знает, были они в собрании или не были. Он знает, какое у них настроение. Пастор или Равин со сценой, он не знает, какое настроение у людей в домашке. А лидер домашней группы знает. Потому что он им не только говорит, он еще их слушает. И у него задача, я бы сказала, ювелирная. Потому что иногда делаются объявления такие, знаете, которые пастор может быть и не всегда хочет слышать. Например, вот мы все завтра идем на уличную евангелизацию. Все прям так обрадовались, страшное дело, прям побежали. Знаете, лидер должен принести это ведение таким образом, чтобы еще дать людям мотивацию. Он такой пастух, который вообще не наемник. И он не самостоятельно пасет людей. Он передает ведение. Это во-первых. Во-вторых, лидеры помогают вот этому ведению осуществиться. Вот что делал Аарон при Моисее? Что-то у Моисея было с передачей, с разговором. Что-то, кто-то говорит, он язык углем обжег, кто-то говорит, что он заикался. Но точно, что у него не получалось говорить к народу. Эту миссию выполнял Аарон. Аарон, наверное, он был более душевным, потому что как-то умудрился вместе со всеми тельцам вылепить. Повелся, видать, на уговаривание народа. Как-то у него не вышло их остановить без лидера. Лидером был Моше. Ну а Аарон, он приносил, он уговаривал людей. Он доносил ведение, он имел доступ к людям. Так вот этот доступ имеет лидер домашней группы. То есть он не только следит, чтобы люди услышали точно. Он еще следит, чтобы это ведение, оно осуществлялось. То есть он видит, что люди не мотивированы. Он прикладывает в это сердце, он думает, как сделать так, чтобы люди захотели выполнить Божью волю. Что с их сердцами произошло, что они там вялые, не горят. Он заботится об этом. И третье, лидер осуществляет контроль. Есть такой мультик «Барашек Шон». Я хотела вам нарезку сделать, а потом стрелок такой длинный, не получится. Там очень классная история. Хозяин фермы решил постричь овец. Значит, стрижет и взял этого барашка Шона, главный персонаж в чьи-то сериал. И там у него такие глазки, значит, его шеф постриг, и куры посмеялись над ним, что он лысый стал. И у него, значит, такие глазки, типа, я тебе отомщу. И вот этот барашек Шон, он начинает заговор делать, подговаривает еще всех овец. Они усыпляют хозяина фермы, запихивают его в вагончик, вагончик едет куда-то, улетает в город. Ну, в общем, суть в том, что одна собака бежала за хозяином, а собака помогала, она такая, все время помогала овцам не выйти за барьер, такая, помогала сторож, да. И собака бежала за хозяином до последнего, а овцы остались, в общем, гулять, и вот они возвращаются в дом. Попкорн, по-моему, есть, а уже на диване хозяина свиньи, уже устроили там девичник, мальчишник, уже все развалено. И вот показывают это состояние овец без хозяина. Вообще, я вам хочу сказать, просто богословский какой-то мультик. И проходит день, значит, все веселятся, но еще не совсем понимают, что же делать, когда нету пастуха. Но к концу вечера интересная ситуация, приходят овцы, и в их, вот этих штуках нет еды. И все такие, ле-е-е, на барашка шо, ну, где? Кушать, дайте. И, в общем, как я понимаю, остальная часть мультика заключалась по возвращению пастуха в загон. А вот, лидер осуществляет контроль, без них никак. И это функция служения домашних групп. Поэтому сказать, для чего конкретно домашние группы нужны, если вы выберете одну из функций, то вы проигрались. Вы очень сильно себя обворуете. Некоторые считают, что им нужно структурировать общину, чтобы просто было легче управлять людьми. Поэтому поставим лидеров, как этих, у которых власти ноль, зато вся ответственность, и будем их гонять, чтобы они нам пасли стада. Это вообще неправильно. То есть это одна из функций. Потому что мы не только овечек стрижем, там лечим, мы еще их кормим, мы им даем. Это много труда. И, конечно же, один человек справиться не может, чтобы овцы были накормлены, и чтобы стадо было здоровое. Так как система домашних может с этим справиться, не может справиться община без вот этой идеи служения домашней группы. Сколько у меня до перерыва? Итак, мы сейчас остановимся. Четыре функции мы записали, да? Есть у вас четыре. Что важно понять в этой части? Что домашняя группа не является целью. Если вы не понимаете, что вы этим инструментом будете делать, вы замучаете себя, замучаете людей. Они будут зачем-то писать вам отчеты о чем-то. В общем, уникальная отдельная тема, когда люди пишут отчет, когда никаких ни целей, ни задачи не было поставлено. И что-то они должны писать, понимаете, о чем-то каждый раз. Не знают, что же им написать. И выдумывают, врут. Так загоняют лидеров, они говорят, что не врать начинают. Потому что что-то надо им написать. И нужно каждую неделю сочинять художественные сочинения. Представляете? Отчет, домашняя группа. Как действовал Святой Дух? И вот каждую неделю надо написать, как же он действовал. Если он действовал, друзья, об этом будут знать все. Ну вот что же делать, если группа прошла, как говорится, как всегда. Как на прошлой неделе, на позапрошлой неделе. Что вы? Мы начинаем сочинять. Сочинять. Вот, ладно. На этом остановимся. Это не цель, это инструмент. И какой многофункциональный. Это то, что важно. Понять перерыв. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ